книга открытым оком вопрос 1546 том 6 тема христос есть бог и человек как доказать неверующему человеку что иисус христос был не просто человек а бог отвечает игнатий тихонович лапкин если человек ничего не знает про иисуса христа из назарета рожденного от мари из рода давидова то нужно чтобы он обязательно прочитал хотя бы 4 евангелия это дело одного дня затем спросите прочитавшего о его мнении об иисусе христе задайте вопрос за кого личного считает тот образ о ком он прочитал человек ли это простой если человека выдавал сам себя за бога то кто же он как не самый великий обманщик укажите эти места евангелие то она 11 вначале было слово и слово было бога и римлянам 95 сущий римлян 95 христос сущий над всем бог 1 тимофею 3 16 бог явился во плоти евангелие ты от иоанна 10 30 я и отец одно если человек простолюдин выдает себя за царя то он есть самозванец достойные смерти но если человек выдает себя за бога то кто жил это не просто обманщик а самый лютый аферист и похититель чужой славы чужого звания христос себя называл богом и таким его признали и апостолы и так поняли его и его враги евангелие от иоанна 5 18 и еще более исключительно убить его иудеи за то что он не только нарушал субботу но и отцом своим называл бога делая себя равным богу филиппийцам 26 он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу значит ко христу мы не можем относиться как к человеку мы можем признать его или как бога за кого он себя и выдавал или это был самый страшный обманщик каких только видел свет за всю историю мира если признаем первый вариант то мы близки к спасению если примем христа как нашего искупителя и будем жить в духе святом и с любовью исполнять все его святые заповеди а если же христос обманщик за кого признавали его некоторые из его противников то тогда вопрос иначе ставим может ли обманщик дать такие заповеди от которых и преступники дал до делаются святыми евангелие от матфея 27 63 и говорили господин мы вспомнили что обманщик тот еще будучи в живых сказал после трех дней воскресну и почему робкие рыбаки шли всю жизнь за него умирали за проповедь они что сделала их такими и почему все его предсказания сбываются если ваш собеседник не пустослов а ищущий света то этого для него уже вполне достаточно чтобы определить ему себя кто же он болтун или обрезший путь спасения в израиле был муж благочестивый по имени елеазар богам он не служил и жертвоприношений не только им не приносил он сам но для того чтобы избежать мучений не согласился даже делать вид что жертвенное мясо он вкушает и молвил он вероотступным стыд уже затем достиг я лет преклонных чтобы юношей соблазн постыдно ввести не легче ли мучения земные чем вечное проклятие перенести пускай же я не послужив обману безропотно отдамся палачам и без пятна на совести предстану всевышнего всеверящим очам пусть палачи не умолимо люты но и на казнь ужасную влеком я господа в последние минуты коснеющим прославлю языком чумина